Меня зовут Антон Кучумов, и я хочу помочь тебе стать лучше. Мне не важно, какого ты пола, сколько тебе лет, или когда была твоя последняя попытка привести себя в форму. Потому что я гарантирую, что ты сможешь получить желаемый результат. Все, что от тебя требуется, это записаться на программу и дать себе слово дойти до конца. 100-дневный воркаут. Пришло время изменить себя. Ну, как вы видите, настал 2019 год, и везде все потекло. Почему? Потому что такая вот у нас погода в Эстонии, я думаю, и в России так же. Сегодня будет интересный ролик. Поздравляю вас всех с Новым Годом. Сегодня мы рассмотрим цели, которые выполнены, которые нет и так далее. И поставим новые цели на 2019 год. Полетели. Блин, вот говно. Застрял. И начать хотелось бы с того, какие цели в этом году выполнены и какие нет. У меня есть список из 20 целей. Конечно же, не все из них выполнены. Я бы сказал, даже большинство из них не выполнены, потому что это было максимально сложно. Давайте все-таки посмотрим, какие выполнены, какие нет. Я набрал 1 миллион подписчиков на YouTube. Это уже я, конечно, не выполнил, потому что это оказалось нереально сложной целью. Я не ожидал вообще. Поначалу все хорошо было, набирались хорошо подписчики, но почему-то потом они замедлились, и видосы не стали так сильно хайпить. Друзья, подошла самая интересная часть этого видео. Сегодня мы запускаем проект по прокачке и просушке жердяев. Это Санек, это Андрюха, и у них будет 2 месяца, чтобы просушиться до состояния... Какое состояние будет? Давайте примерно... Чем сушше, тем лучше. Чем сушше, тем лучше. И у кого более сухое тело будет, тот выиграл. И условия, ребят. Кто проигрывает, тот отдает сотку тому, кто выиграл. И сотку евро, не рублей. Сотку евро, да. Ну, они могут подумать еще сотку тысяч рублей. Ну, да, тоже. Сотку евро, короче. Это примерно 8 тысяч рублей. Поэтому они будут заниматься по моей программе тренировки питания, составляя им. Занимаются 2 месяца всего лишь. Сейчас мы взвесимся, и в конечном итоге тоже через 2 месяца взвесятся, посмотрят, какой результат у них получился по весу. Полетели. У Санька есть один большой плюс. Он занимается уже 7 лет, и когда он просушится, он будет выглядеть просто офигенно. У него будут мышцы, у него будет рельеф. Но Андрюха занимается всего лишь полгода, и поэтому даже если он просушится, то он будет выглядеть как обычный человек. Но прикол-то в чем? Что мы соревнуемся не в том, кто будет выглядеть круче, накачаннее и так далее, а у кого останется меньше жира. Поэтому и у того, и у того есть шанс выиграть. Я набрал 150 тысяч подписчиков в Инстаграм. В Инстаграм оказалось еще сложнее набрать 150 тысяч подписчиков, потому что трафик с Ютуба не особо всегда хочет идти в Инстаграм. Если вы хотите развиться в Инстаграме, вам нужно делать что-то в Инстаграме. Контент какой-то уникальный, там снимать видео, какие-то суперкрутые посты делать и так далее. А у меня не хватало времени работать и на Ютубе, и в Инстаграме, поэтому в этом году попробуем делать и там, и там гораздо круче контент, чем был в прошлом году. Всем привет, меня зовут Андрей, мой рост 170 сантиметров, занимался я всего лишь полгода. Я как-нибудь и дрищ вообще. Ну, если кто-то меня не знает, меня зовут Санек, мой рост метр 75, я сейчас примерно 76,5 килограмм. Форма на данный момент такая, так что достаточно заплывший. Я набрал 150 тысяч подписчиков в ВК. Честно говоря, эта цель была не особо важна для меня, поэтому вообще пофиг. Друзья, ребята будут заниматься по программе сайта archimoris.com, по программе в зале, на сушку. Уверен, результат будет. Поехали. Я запустил сайт с программами тренировок. Дааа. Это была одна из самых масштабных целей, потому что это довольно-таки сложно сделать, когда большинство твоих подписчиков из России, ты с Эстонией, и тут очень сложно сделать сайт, чтобы он был официальным, все было четко и так далее. Поэтому пришлось там окольными путями проходить, делать на другого человека. То есть не на меня все оформлено, а на него он платит налоги и так далее. Я никакого отношения к сайту не имею. Если он умрет, то все, все и сайт, и все программы, и все улетит, короче. Друзья, ну а сейчас, я думаю, интересная часть. Мы узнаем силовые ребят перед началом эксперимента, и после эксперимента тоже узнаем, выросли они, либо упали, либо что там, выносливость вырастет у них. Будет круто. Какие будем упражнения делать? Я думаю, жим, подтягивание. Давайте потягивание со своим весом. Да. Знаем на количество все-таки. Тогда мы сможем проверить в жиме силу максимальную, а потягивать мы сможем как, выросли или упали. Ну типа выносливость. Да, да, да. Я заработал 25 тысяч евро за год. Блин, к сожалению, нет. Это просто невероятно высокая планка, которую я задрал, но, блин, я думал, что это все-таки возможно, и буду жестко работать, и все-таки заработаю. Но нет, не получилось. Сейчас посчитаю, сколько я заработал вообще за весь год. Это, конечно, определенно очевидно, что когда ребята просушатся, у них силовые упадут. Это 100%, потому что Санек сейчас весит 75 килограмм, будет весить там 62, блин. И, конечно же, у него жим упадет и очень сильно упадет. Но выносливость вырастет, поэтому мы узнаем и то, и то. Если у вас есть желание похудеть, то вы сделаете это очень просто. Главное, чтобы было желание и сила воли. Есть парень, который весил больше сотни килограмм. И по моей программе он за месяц похудел на 16 килограмм. Он просил не показывать его фото, но стесняется, наверное. Вот. Ну а так, если у вас есть желание, стремление, то все возможно в этой жизни, ребят. Я нашел красивую девушку-спортсменку, да. Это, наверное, топ-3 самых сложных целей вообще за всю жизнь. Это капец, как сложно найти такую девушку, чтобы она симпотная была, спортсменка. И, короче, не курила, не бухала и так далее. У меня очень много требований для девушки, и очень сложно найти. Капец. Сейчас будет жим на одно повторение. Ребята разминаются. Андрей пробует 70 килограмм. Хорош, легко. Санек пробует сотку. Андрей пробует 80 килограмм. Я запустил свою линию одежды Арчо Моррис. Нееее. Блин, к сожалению, не удалось в этом году, потому что все-таки не такие активные подписчики, допустим, у меня, как у Ковтуна, как у Вайтенко, как у того же Владиса и так далее. То есть, получается, что если я запущу линию одежды, то вряд ли их кто-то будет вообще покупать. Эти рубашки там, не знаю. Была идея, короче, запустить перчатки тренировочные там и всякое такое. То есть, знаете, для тренировок резину и всякое такое. Но все-таки мы решили подождать с этим. И, скорее всего, в 2019-м этом году мы запустим. Друзья, очень важно сказать, что ребята также занимаются чем-то. Санек, чем ты занимаешься? Я работаю электриком на стройке. Тяжелая работа, да? Да, тяжелая физическая работа. Сколько у тебя в день часов выходит? От 8 до 10. От 8 до 10. То есть, электриком довольно сложно работать на стройке. Андрюха? Я сейчас никем не работаю, у меня перерыв в работе, поэтому я отдыхаю. Вот, смотрите, интересно будет за то, кто быстрее просушится. Человек, у которого много физической работы, либо Андрей, который будет жестко заниматься, но ничего не делает по работе в плане. Я стал самым узнаваемым человеком в Эстонии. К сожалению, нет. Конечно, есть определенная такая штука, когда ты выходишь куда-то либо в магазин, либо куда-то, тебя узнают 1-2 человека. Но самый узнаваемый человек в Эстонии, это не это. Если вот Тимати выйдет у вас где-нибудь там, где он живет, в Москве, будут все его знать. Вот такого нужно добиться. Это будет круто. Санек пошел на 110 килограмм. Хорош. Андрей 75 килограмм. Давай, 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 жечь, 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 жечь. Вот, на один раз 75 килограмм. Вес взят 75 килограмм, запишите себе. Я снялся на ТВ, нет. Я раза три писал на телевидение эстонское. Они сказали, да, да, мы с вами свяжемся, типа, хорошая идея и так далее. Но почему-то до сих пор не связались. Санек пошел на 115 килограмм. Хорош. На грифе 120 килограмм. Максимум Санька, посмотрим, пожмет он или нет. Хорошо? Давай, ааа, нет. Самое сложное в похудении, это не тренировки, это не еще что-то там. Самое сложное, это ограничивать себя в питании. Потому что, когда вы приходите домой с работы и вы хотите жрать, капец как, вы должны себя ограничивать и кушать. Творожок, блин, обезжиренный. К сожалению, моя цель была сначала сходить на телевидение, потом на радио, но так как на телевидение не сходил, поэтому на радио тоже. Эти две цели мы совершим в 2019 году. Теперь переходим к выносливости. Андрюха 70 килограмм будет делать на максимум. Давай, 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 давай. Два раза. Санек 75 килограмм. Я набрал 75 кг мышечной массы, блин. Это была просто невероятно сложная цель. Я жрал как просто не в себя, но почему-то масса не растет. Все говорят на стероидах, на стероидах, но даже с астероидами я не смог нарастить 75 килограмм. Лох. Давай на максимум. 13 пусть будет. 13. Я накачал плечи. Ну, я пытался их накачать. Давайте поставим плюсик и минусик. Я старался их качать. Они немножко вроде как подросли, но чтобы сильно накачать, это просто невозможно. Эта цель тоже невозможная, потому что они генетически тупо не развиты, и они больше, чем мои бицепсы, чем мои руки в общем, они не станут. Поэтому тут как бы сложно плюсик поставить чисто, потому что я их никак вообще не накачаю. У Санька получилось 17 раз, у Андрюхи 13 раз. Вот. И они потом в конце челленджа будут делать в той же последовательности, чтобы все четко, да, чтобы все правильно было. Сначала жим, потом подтягивание. Я снял видео с Игорем Войтенко, да. Я снял видос с Игорем Войтенко на SN Pro, где зарубились. Было довольно-таки круто, смотрело много людей вокруг, и эти видосы набрали много просмотров на Ютьюбе. Было классно. Такое нравится? Да нет, конечно. Ну, прикольно. Старое место, домашнее. Че, ребят, все время на канале все было для дрищей, для эктаморфов. Вот мы решили предложить Артуру, чтобы он нас подсушил, потому что жердяи тоже есть, им тоже хочется заниматься. Посмотрите наши результаты, оцените, как он внес вклад в нашу просушку там. Сейчас фигня. Видите? Я снял видео с Алексеем Столяровым, да. С Лехой тоже мы сняли видос. Я ездил в Питер, сделали там сходочку, пришло около 50 человек, прикольно было. Сделали зарубу по тренировке Ганнибала. Леха, к сожалению, меня опередил там на одно упражнение. Было жестко, в плюс 30 зарубались. Блин, я там чуть не сдох. Я никогда так просто себя не чувствовал. Я думал, сейчас откинусь. Так как... У меня озолотит на сутку, да? Да. Так как Андрюха новичок, он не знает, как делать многие упражнения. Поэтому сейчас будем ему показывать технику выполнения. Махи гантелями на среднюю дельту делаются вот так. Стараемся выключать трапецию. Плечи для этого нужно опустить вниз. На переднюю дельту. На заднюю дельту. Угу. И на заднюю дельту. Можно даже сесть. Если неудобно стоять, то можно сесть. И так будет гораздо комфортней. Я сделал сходку в Питере. Да. Я сделал сходку в Москве. Да. Две этих цели я осуществил. Специально съездил в Москву. Ни разу никогда в жизни не был в Москве. В Москву съездил, сделали сходочку. В Питер съездил. В Питере я был там пару раз, ну, проездом так не гулял, ничего. Это намеренно. Приехал. Зарубу сняли со столяровым. И сделали сходочку. Было круто. Короче, шраги со штангой. Берете штангу, можно просто свободный вес взять. Встаете. Плечики опущены. То есть в шрагах работают вот трапеции. Вам нужно немножко спину назад отвести, свести лопатки. И пошли. Я снял видео, которое набрало 3 миллиона просмотров. Да. Это видео не сразу же стало набирать 3 миллиона просмотров. Этот видос про зарубу атлета из сильнейших подростков. Там больше 3 миллионов просмотров. Уже 3200 вроде бы. Поэтому, если вы не смотрели, посмотрите. Я заработал за месяц 3000 евро. К сожалению, нет. Это была, конечно, хорошая такая здоровая цель, но максимум у меня было где-то 1600 евро. Это, ну, половина. Я научился отлично стоять на руках. Нет. Многие, как знают, у меня рефлюкс эзофагит. Это когда клапан не до конца в желудке закрывается. И мне даже не то, что спать нельзя, вот, ну, когда прямо. Я должен спать немножко, ну, подушку высокую класть под голову, чтобы у меня немножко тело вверх было, чтобы кислота из желудка не выходила в пищевод. А если вообще сделать стойку, то там вообще капец будет. Поэтому, по этой причине именно, я не стал продолжать ее делать. Я пожал 100 килограмм. Ёшкин кот. Килограмм мы даже с пацанами решили это сделать за 2 месяца, до конца декабря. Но, как назло, у меня обострился этот рефлюкс. Опять же, меня тошнило 15 дней, потом еще тошнило, потом я попал в больницу, короче, мне делали эту трубку в рот, запихивали и так далее. И в итоге я слил 5 килограммов массы. Естественно, 65 килограмм я вешу. И просто невозможно сотку пожать, когда ты весишь 65 килограмм. Я при 70 даже не мог пожать, а тут 65. К сожалению. Но, я думаю, в этом году сделаем. Ну что, друзья, теперь у меня пошли новые цели на 2019 год. И они не менее жесткие. И уже одну мы исполнили. Первая цель была создать второй YouTube канал Автоконтент. Теперь я буду заливать эти ролики не на свой основной канал, а на второй. Поэтому, кому нравится Автоконтент, кто любит машины, кто хочет меня поддержать, то обязательно переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой второй канал. Там будут выходить новые крутые ролики с машиной. Вторая цель также тут идет развить второй канал до 300 тысяч подписчиков за год. Это возможно, ребят? Посмотрим. Набрать 1 миллион подписчиков на первом канале. Думаю, это возможно. Следующее это 150 тысяч подписчиков в Инстаграме. Тоже возможно. 100 тысяч подписчиков ВКонтакте. Ну, я не знаю, зачем это опять же, но возможно. Заработай 30 тысяч евросов. 30 тысяч, блин. Можно хату купить на эти бабки, но это будет очень сложно. Будем стараться. Следующее это открыть линию одежды либо какой-то бренд там какой-то спортивный, то есть перчатки там, что-нибудь еще, что-нибудь крутые штуки всякие, какие-то принадлежности для спорта и так далее. Попробуем? Следующее это найти спортивную, симпотную девушку. Это ультра сложная задача, но опять же попробуем. Следующее это набрать 75 килограммов мышечной массы. Тоже капец как сложно, но будем просто жрать на убой. Пожать 100 килограмм, это уже возможно, я понял, но нужно поднабрать массы. Если я буду весить 75 килограмм, я пожму 100 килограмм. Стать самым известным в Эстонии блогером. Это 100% возможно. Я и так самый известный в Эстонии, но, а нет, не самый известный. Есть еще, забыл, как ее женщину зовут там, но я стану, короче, самым известным. Следующее это взять МСМК по стритлифтингу. Официально. Тоже попробуем сделать, будем готовиться. Следующее сделать 5 сходок в разных городах. Сделаем. Сходить на телевидение, сходить на радио. Вот такие вот цели. Это еще не все. Я буду дописывать их по ходу того, как они будут мне приходить в башечку мою. Башечка. Вот. Ну вот и все, друзья. На улице капец, какой холод. У меня руки отмерзли, сел грязно в машину. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и пишите в комментариях, кто выиграет, Андрюха либо Санек. И заходите в мой инстаграм, подписывайтесь, ссылочка в описании будет. Пожалуйста, пожалуйста. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok